Добрый вечер всем! Всегда хорошо быть в присутствии Божьем И в присутствии Его святых И у нас сегодня такое святое собрание Я очень рад, что вы все здесь и учитесь, насколько вы это можете И я верю, что Бог будет использовать вас весьма, если вы будете вкладываться Прошлым вечером, когда мы подводили итог к вчерашнему дню занятий Мы говорили о еврейских основах Руаха Кодеш И мы говорили, что ссылки на Дух Святой Они описаны как ветер, или дыхание, или даже человеческий дух Но в первую очередь Дух Святой, Руаха Кодеш, он определяет именно движение Божье Мы посмотрели, что было пять эр Духа Святого в еврейской Библии Когда Дух Святой особенным образом действовал И это, конечно, является также и добавлением, кроме того, что описано в первой главе Бытия Дух Святой носился над бездной Что делал Дух Святой? Он создавал порядок из хаоса Потому что все было в хаосе Он нес порядок в хаосе И Дух Святой действовал, чтобы принести порядок в народ Израиль И Дух Святой особенным образом действовал во время основания народа в пустыне Он вел их, как столб огненный и столб облачный И он действовал и сходил на Моисея и на 70 старейшим Также Дух Святой дал умения и навыки тем, кто участвовал в строительстве скини и оснащения скини И Иисус Навин, который стал преемником в лидерстве народом Израиля, он тоже получил Духа Святого И второй важный период, когда Дух Святой действовал среди Израиля Это был период судей Когда люди отошли от Бога, были далеки от Него И они принесли в свою жизнь социальную катастрофу Допустив в свои ряды идолопоклонство и грех И в итоге они, придя к покаянию, взывали к Богу И Бог давал свое помазание на судью Который был одарен, чтобы говорить Слово Божие И у него было умения военные Поэтому он мог вести людей к победе И третий важный эпизод, когда Дух Святой действовал Это утверждение монархии Особенно помазание Давида и Саула Это было харизматическое действие, которое способствовало Было вместе с этим помазанием Еще скажу пару слов касательно помазания царей Зачем Богу было еще дополнительное действие Помазывать кого-то елеем Когда Аарон стал первосвященником На него было излит елей, который тек с головы и бороды И было публичное помазание елеем первосвященника Когда Саул был помазан царем Давид был помазан царем Помните, когда Самуил впервые увидел Давида Давида, Самуил помазал перед лицом его братьев, сестер И отца и матери И когда он стал царем южного региона Он был помазан в Хевроне А когда он стал царем всего Израиля Было публичное помазание Вопрос, почему Богу необходимо было это публичное помазание Для священников, для царей И даже для пророков По одной причине Бог хотел, чтобы публично было утверждено перед всеми Что это тот, кого Он избрал Это назначенный Богом лидер Тот, кого хочет Бог Это было сделано публично Чтобы люди понимали, что это тот, кого хочет Бог Не было демократических выборов В отношении Буддитер, а Аарон первосвященником или нет Бог просто сказал, вот это тот, кто мне нужен Какая была ответственность народа? Они могли сказать, ну, он, по-моему, низковат чуть-чуть И немного полноват Нам не нравится этот парень Нам нужен другой Сработало ли это с Богом? Бог не устраивал публичные выборы И вопрос здесь был не в популярности Он просто сказал, вот этого я выбрал И он будет первосвященником И у людей был выбор лишь такой Либо они принимают то, что Бог им дает Либо у них будут проблемы с Богом Были только эти две возможности Бог не был открыт на разные идеи Он был довольно... Его мышление было довольно узко в этом вопросе И то же самое касается помазания царей Саула, Давида Это не было вынесено на всеобщее рассмотрение Будет этот человек царем или нет Бог просто сказал, вот это тот, кто будет И ответственность народа была подчиниться этому выбору Вот это тот, кого я выбрал, чтобы повести вас вперед Это тот, кого я выбрал, чтобы вы получили великое благословение И вот это помазание елеем Это было публичное свидетельство И люди понимали, что это тот, кого хочет Бог Поэтому за Ним нужно нам идти Что могло произойти Если бы они сказали Мы не хотим, чтобы это был Аарон Потому что он низковат и полноват Но тем не менее Только Аарон был назначен Богом Чтобы приносить жертвы за грехи народа Он должен был входить в Йом-Кипур В святое святых и приносить кровь за народ Но если бы они отвергли назначенного Богом первосвященника Если бы они отказались от того, что Бог делал через этого первосвященника И сказали бы, мы не хотим его Думаете, что жертвы, которые бы он приносил, они имели бы какое-то значение для них? Если бы они отвергали Его и жертвоприношение крови Они бы упустили возможность иметь прощение грехов Потому что это как раз те инструменты, которые Бог избрал, чтобы приносить жертвы Поэтому у нас выбор такой Либо мы приходим к Богу на Его условиях Или мы не приходим к Богу Да? Бог не приходит Это не много... Здесь нет большого количества вариантов выбора Нельзя сказать, я приду к Богу по-другому Мне не нравится этот способ, он слишком кровавый Слишком примитивный Я хочу верить, что Бог более философская личность Я придумаю свой собственный путь прихода к Богу Насколько будет успешен этот человек Никогда не найдет Бога Мы не можем прийти к Богу так, как Он выбирает Мы можем прийти к Нему так, как Он только выбирает Он устанавливает условия Если мы хотим иметь к Нему доступ, мы должны поступать как Он Или у нас не будет никакого доступа Или же, если бы люди сказали, мы не хотим, чтобы Давид был царем Нам кажется, что Он слишком молод У Него нет хорошего чувства бизнеса И у Него не очень хороший акцент Нам Он не нужен И таким образом все благословения, которые Бог намеревался принести для Израиля и Иуды Которые Он хотел дать народу через Давида Если они отвергнут Давида Они также отвергают свое право на получение благословений Если вы хотите получить помазание и благословение Божие Вам нужно следовать за тем, кто был помазан вести людей Мы к этому еще вернемся Все, что я говорю, у меня есть на это причины, и мы к этому еще дойдем Но при помазании пророков, первосвященников, священников и царей Дух Божий действовал, двигался Мы также говорили о том, что Дух пророческий, Дух Божий, Он двигался в служении Елисея и Илии И когда Езекиил пророчествовал о том, что грядет И мы видим это во всей книге Езекииля Он переживал невероятное помазание Святого Духа Невероятную встречу с Духом Святым И самый пик его понимания заключался в том, что восстановление Израиля Произойдет тогда, когда Израиль положится на помазание и действие Святого Духа Потому что сухие кости живут вновь Когда руах вдохнет в них жизнь Мы также говорили о том, что дар руах, он связан с вдохновленной речью И Неемия говорит о том, что руах был дан Израилю Для наставления и свидетельства Мы говорили о важных переходных моментах народа Но также в Иудейской Библии есть важные харизматические мотивы Например, передача лидерства Когда была передача лидерства от Моисея семидесяти старейшинам При этом было движение Святого Духа Во время передачи помазания от Илии к Елисею, двойного помазания, было движение Духа И также когда лидерство перешло от Моисея к Иисусу Навину Сказано, что Иисус был исполнен Духом Мудрости И также была передача власти царской от Саула Давиду Дух Святой, Дух Божий отошел от Саула и почил на Давиде То есть, есть две цели для движения этого Духа Первое, это чтобы подтвердить новое лидерство Другими словами, Бог говорит народу Израиля, что вот это Мой помазанный На этого я излил своего Духа Он лидер народа И вторая цель Оснастить умениями помазанника для нового лидерства Чтобы подтвердить и заявить о Божьем призыве этих людей к лидерству И есть связь, которую мы вчера начали говорить Даже в книгах про Липоменон Мы видим связь между руах и пророчеством или речью Также это подтверждает призвание человека Это не только тот, кого я избрал для лидерства Но это также тот, кого я наделил всем для лидерства У него есть дары и возможности Вести народ вперед Есть три вещи, которые я бы хотел, чтобы мы отметили в этом разговоре Первое Все эти служения, которые касаются вот этих пяти периодов Они харизматические Все служения харизматические Потому что они отражают деятельность руах и лохим Напоминаю, что речь идет о основании народа О харизматических воинах О харизматических царях Харизматических пророках И харизматических священниках И второе Что необязательно присутствует продолжительность в действиях Духа Святого Другими словами, что могли быть большие перерывы между действиями Духа Святого Среди народа Израиля Те пять периодов, которые мы обсудили Могут иметь промежутки между собой даже в 200 лет И это очень интересно должно быть нам То есть может быть прекращение действия Святого Духа Но это вот прекращение или промежутки между действиями Духа Святого Они не бывают вечными или навсегда Израиль всегда мог ожидать будущего излияния Духа Святого Потому что продолжение излияния Святого Духа Зависело только от Бога, а не от Израиля Бог решил излить Своего Духа на Свой народ И это произойдет И третье, что бы я хотел, чтобы мы отметили Что харизматические действия Руах Элогим Связаны с Божьим призванием и судьбой для Израиля Излияние Божьего Руах Элогим Связаны с Божьим призванием и судьбой для Израиля Перейдем к обсуждению, которое мы находим в Пророках И отношение между помазанником Божьим Как будет на иврите помазанник, кстати? Кто знает? Кто-то может сказать на иврите? Кто-то может сказать на иврите? I can I can Mashiach 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 Что означает помазать И Mashiach Это помазанник Тот, кто помазан И в Иудейской Библии мы видим отношение Мashiach Между Mashiach И Ruach В мессианском веке В то время, которое придет еще И в этом ожидании посещения Богом своего народа и восстановления призваний и преимуществ Израиля, руах концентрируется на особенно помазанном лидере, на конкретном лидере, кто служит проводником или каналом для укрепления духовного и обновления Израиля. Поэтому через этого Машиаха Дух Божий укрепит Израиль и обновит Израиль и приведет Израиля к тому, что он будет жить снова. И в этой связи мы можем посмотреть стихи из книги Исаии. Исаия 11, первые два стиха. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня Его, и подчьет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И также Исаия 42, 1. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положет Дух мой на него и возвестит народом суд. Глаз в небес, вот отрок мой, слуга мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Я положил, или положу Дух мой на него. Напоминает это вам что-то из Нового Завета? И возвестит народом суд. Look at Isaiah chapter 61, verse 1. So the Spirit of God then anoints the Mashiach, and he uses him to bring about great change, which includes the liberation to captives and freedom of prisoners. And do we remember, does this sound familiar to us? How about how about Luke chapter 4? When Yeshua goes into the synagogue in Nazareth, and he quotes this passage, he says, this day the scriptures fulfilled in your hearing. And he says, this day the scriptures fulfilled in your hearing. So the prophets, the Hebrew prophets are looking ahead and they are recognizing that there is a link, there is a correspondence between the Mashiach and the Ruach. И они видели вот эту связь и взаимодействие между Mashiach и Ruach. Which would signify that when the Mashiach comes, there will be evidence of a powerful anointing upon him. So the gift of the Ruach upon the Mashiach and the Mashiach has two significances for us. Now, we know that Yeshua was the son of David. We know that Yeshua was the son of David. But there were many children of David. But he was in line for the Davidic throne. This we know. But we know that Yeshua was a Hebrew prophet. I mean, but there were many Hebrew prophets who spoke forth the word of God to God's people. Messiah's ministry is not as simply hereditary. Hereditary. I mean, it's not only because he's descended from David. It's not just because he's part of the dynasty of David. but it's because he bears this special anointing of the Spirit of God. Which is greater than any other anointing that's ever been And so for this reason Yeshua is not like one of the kings of Israel or Judah. He's just not like one of the prophets Isaiah or Hosea or Joel or Joel one of the prophets Isaiah or Hosea or Joel or Joel or but he is elevated to this patriarchal status in Israel. He has a name recognition that is to be like Moses or Joshua or David or Abraham He is a leader a foundation stone for all of Israel. leader He is a circle for all of Israel. The second significance of the gift of the Ruach upon the Messiah is that now it is clear he is equipped with the skills that are needed for his divine calling. He has a six-fold endowment of the Ruach upon him. Six-fold six-fold endowment He has a six-fold commitment to the Spirit of wisdom and understanding He has a spirit of counsel and strength He has a spirit of knowledge and the fear of the Lord He has a spirit of knowledge and the fear of the Lord So the Messiah is clearly and uniquely a man of the Ruach and uniquely chosen and equipped He is the sent charismatic leader of Israel. But also we see that perhaps like Moses in one respect Messiah will share the gift of the Ruach even as Moses kind of shares this with the 70 elders the Messiah will share the anointing of the Ruach with restored Israel not just 70 spokesmen but with all Israel all Israel shall be saved all Israel shall become spokesmen all Israel will electrify the universe with the glory of God and a Ruach filled community of Israel will be universalized Joel chapter 2 verses 28 and 29 28 29 Joel 2 28 29 he will pour out his spirit on all mankind on sons and daughters old men young men male and female he will pour out his spirit in those days so Joel is anticipating the time when the Mashiach will come and Israel will be changed by the Spirit of God there will be revolutionary things that take place within Israel as a result of this anointing now we see in Isaiah chapter 59 verse 21 that the outpouring of the Ruach upon Israel will be associated with a Brit Hadashah or a new covenant should I read read it 59 21 so there is going to be a new kind of covenant relationship between God and Israel where the Spirit of God will write the Word of God upon them in their minds and hearts and this anointing will be a permanent anointing so this will represent a totally new kind of experience for Israel this is something that is very different than it has ever happened before and this new covenant is not one that is limited to elites in society and rather is one that results in inward renewal you see in biblical Jewish religion which I hope you understand is very very different than modern Judaism I mean biblical Judaism required the existence of the blood sacrificial system because biblical Judaism required a functioning priesthood and he also required a legal polity or national entity Israel had to be a state even in antiquity because the Torah was after all the constitution and the laws of the Jewish state because the Torah was after all the constitution and the laws of the Jewish state that Judaism hasn't been possible to do for two thousand years because we realized that the temple was destroyed by the Romans and with that the blood sacrificial system was no longer possible the priests now were non-functional and so the rabbis decided we can't do biblical Judaism anymore we don't have a state we don't have a temple we don't have priests we don't have blood sacrifices we don't have blood sacrifices all we have now is a synagogue Bait Knesset so we have to create a new Judaism a Judaism that surrounds the synagogue and it will be a Judaism that is based upon rabbinic ideas we need to take what the Bible applied to ancient Israel and we need to allegorize it and spiritualize it and try to make new laws and so they created a new kind of Judaism in the centuries that followed Yeshua and was created a new Judaism in the following and then after the arrival of Yeshua but Jeremiah prophesies of a new covenant that is coming to Israel but Jeremiah prophesies of a new covenant that is coming to Israel that is also not going to be limited to the benefits of biblical Judaism and so let's read Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34 Jeremiah 31 verses 31 verses 31 verses 34 verses 34 verses 34 verses 34 here comes the day when I finish with the house of Israel and with the house of Iudas a new covenant not the covenant as I finished with the house of them in the day when I took them to get them out of the house to get them out of the Egypt that the covenant that I didn't stop although I stayed in agreement with them says God Amen Now first of all I want us to notice a few things here God makes God will make this Jeremiah some 600 years before Yeshua this is this is a prophecy 600 years before Yeshua this is a new covenant that God is going to make Бог собирается заключить Новый Завет with the Assemblies of God with the Baptists with the Pentecostists yeah I understand we don't have that name the first Assemblies of God ok с Assembliei Божьей или с Баптистами или с Пятидесятниками да He's going to make He's going to make a new covenant with the Russian Orthodox Он заключит Новый Завет с Православными или с Католиками или с Эфиопами нет не Аминь с кем Он заключит Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет для Израиля Он не заключает Новый Завет с Язычниками Он заключает Новый Завет с Домом Иуды и с Домом Израиля И он говорит что это будет Завет отличаться от того Завета который был заключен после выхода из земли Египетской Мы знаем что тот закон он был Конституцией и сводом законов еврейского государства И касался национального существования и национальной практики Но в 33 стихе сказано Но вот Завет который я заключу с Домом Израиля после тех дней Вложу закон Мой во внутренность И на сердцах их напишу И буду им Богом А они будут Моим народом В библейском иудаизме Это была религия наблюдательная Но была элита которая совершала все эти религиозные действия Но теперь этот завет он не только для религиозной элиты Этот новый завет будет для каждого человека из царства Иуды и царства Израиля И это не просто будет практика религиозных жертв Но каждый будет ответственен познавать Бога лично И не только священник Или пастор Валентин Но все мы Все мы можем познать Бога И пережить Его присутствие И поклоняться Ему в Духе истине Вот что Бог пообещал еврейскому народу И этот завет он заключился всем Израилем И слава Богу что мы стали участниками этого завета Но Бог все еще ожидает чтобы весь Израиль спасся И да придет этот день поскорее Когда этот день придет Когда этот день придет И обратятся И обратятся к помазаннику Того К тому Которого Бог сделал первого священника Когда они обратятся к тому Кого Бог сделал Царем Израиля Через Израиль имеет прощение грехов Через кого Бог Израиль ведет к его судьбе И к исполнению его национальной ответственности Когда Израиль признает Иешуа Тогда Израиль войдет в полноту того что Бог имеет для них А до этого мы страдаем Израиль просто бьется об стены уже две тысячи лет Потому что никуда нельзя пойти без Иешуа Израиль идет никуда без Иешуа Судьба Израиля с божественной точки зрения неразрывно связана с Иешуа Как Израиль будет царством священников если не признает великого первого священника который сам назначает остальных священников Как Израиль может действовать как святая нация если не примет святого Израилева того кто освящает Израиль который вводит его в жизнь святую Как Израиль станет светом для народов until she is prepared to reflect the light of he who is the light of the world if if not is the light of Israel is inseparably tied together with Yeshua and the world awaits Israel's redemption и мир ожидает искупления Израиля the world is in travail the world is mourning the world is in pain the world is anticipating some kind of deliverance or redemption but this is contingent upon Israel embracing Yeshua and following his leadership and becoming all that God wants Israel to be и тогда Израиль станет тем кем он должен быть now what's our time like here how much time it's five after seven okay it's five after seven yeah we should have stopped at seven oh okay okay hafzakah he asks which Israel are you talking about political historical geographical that should repent every every Jew you mean все евреи все евреи hundred percent he asks тяжело как бы понять что именно подразумевает Павел когда говорит весь Израиль мне это говорит что придет день когда все евреи признают ошибку совершенную все евреи все евреи они осознают полностью что Ишуа есть Мессия и вся это весь этот народ придет к познанию его и последует за ним не знаю или это говорится о том что вот каждый каждый еврей на земле но я уверен что практически все по крайней мере намного большую часть чем как бы те кто могут не принять сейчас мы знаем что Израиль далек от Бога очень сильно я 15 лет прожил в Израиле и я знаю насколько безбожны люди там есть определенные как бы заявления из уст даже религиозных лидеров но на самом деле послушания нет но это не постоянное состояние еврейского народа Израиль был далек от Бога но он не будет так всегда и в Римлянах 11 Павел говорит следующее когда верующие будут служить Израилю так как нужно когда они будут служить в Божьей милости и нести Его свет когда они будут каналами Его любви и когда служители будут ходить в помазании Святого Духа когда мы это все будем делать как один тогда Павел говорит весь Израиль спасется мы можем указывать пальцем на Израиль на евреев и говорить что с вами чего вы Ишуа не признаете за 2000 лет нельзя было догадаться но реальность в том что церковь так плохо себя вела по отношению к евреям и не была проводником любви милости и благодати для евреев на оборот действовали как бесы для евреев так что если мы хотим увидеть приход евреев к вере мы должны спровоцировать Израиль к духовной ревности на данный момент мы только спровоцировали Израиль на злость если мы можем демонстрировать движение Духа Святого в наших жизнях тогда будет очень мало противостояния Евангелию которую мы несем Я был призван к еврейскому служению в 62 году поэтому уже около больше 50 лет я в этом служении и с 70 года я в полном служении еврейскому народу я вам скажу что когда происходит мощное излияние руаха кодеш когда происходит движение Духа Божьего тогда все доказательства еврейские они ничего не значат они просто растворяются и вот эта злость и противостояние которое было выстраиваемо годами и веками внезапно просто ничего не значит для тех людей которые переживают Божье присутствие расскажу вам одну историю как пример возможно я ее уже рассказывал в Одессе поэтому если вы ее уже слышали извините в 1972 году мы начинали на дому библейское изучение в районе Беверли-Хиллс в Калифорнии это очень престижный район в Калифорнии и там евреи очень богатые и мы убедили одну еврейскую пару что они должны открыть свой дом для того чтобы мы проводили изучение Библии по-моему мне было 23 года на тот момент что я знал я закончил библейский колледж и вот я среди полумиллиона евреев Лос-Анджелеса но мы начали вот это библейское изучение и первый вечер была только музыка и было очень много евреев там и потом мы объявили что каждый четверг у нас будет изучение Библии и на следующей неделе у нас уже было около 15 человек но я был очень нервный потому что не знал до конца что я делал тем более я был молод а евреи эти все были образованные и богатые поэтому я просто начал учить из Библии на третью неделю я был убежден я ужасно чувствовался я пятидесятник я исполнен Духом Божиим и уже третья неделя а еще ничего пятидесятнического не произошло что ж такое со мной какой же я человек Божий и в тот вечер после того как мы изучали отрывок из Писания и снова было пятнадцать евреев там но настолько евреи были я сказал давайте встанем в круг и эти пятнадцать евреев они стали в круг трое из этих евреев вообще не верили в Ишу говорили что мы сумасшедшие вы с ума сошли как же холокост где был бог здесь нет бога вообще посмотрите как все страдают они ничего не хотели слышать но один друг пригласил их на изучение библии и они стали с нами в круг я сказал хорошо сегодня я хочу научить вас как славить бога и так все поднимите руки вот так они все подстрелили друг на друга подняли руки я им сказал а теперь давайте скажите типа аллилуйя слава богу я люблю тебя господь молодцы у всех хорошо получилось аллилуйя слава богу я тебя люблю господь а я сказал а теперь закройте глаза пусть руки будут подняты и я просто начал говорить как богу как мы его любим это было немного странно и я я предложил им сказать как они любят бога и все сказали аллилуйя боже мы тебя любим ну и начали открывать свои сердца это становилось громче 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 и потом это было как гром и казалось что вообще крышу сорвет у дома и с небес внезапно произошло излияние духа божьего это для меня это выглядело как деяние вторая глава и произошло это излияние духа святого и все эти евреи которые ничего не знали о прославлении бога они начали внезапно молиться на иных языках и стали исполнены духом святым и поклоняться стали в духе истине я не верил в это просто что произошло я говорил аллилуйя это прекрасно а все прославляли поклонялись богу и вдруг внезапно я вспомнил трое из них же вообще Ишуа не знают как же они на это отреагируют я подумал эти люди годами мне говорили что вы сумасшедшие пятидесятники никогда не практикуйте пятидесятничество с евреями я подумал о нет что же с этими тремя не спасенными я открываю свои глаза они еще там во первых они еще там были и я видел как слезы текли по их лицам слезы просто лились потому что они знали что бог авраам и цхак и якобы был там они знали что тот бог который проговорил моисей на синае он был там говорил к нам и все что все аргументы которые их дядюшки дедушки им рассказывали и все все эти трагедии которые происходили в древности больше ничего для них не значило потому что бог был там все что было важно это бог на тот момент и связь с ним и общение с ним и мы увидели как эти трое пришли к вере вишу и слово божье стало распространяться по всему лос-анджелесу что есть место где евреи могут найти бога есть место где евреи могут пережить встречу с богом и скептики евреи приходили на эти собрания но они чувствовали мощное присутствие руха кодыш и они таяли как свечи в его присутствии и потом они жаловались почему это раввины нам такого не рассказывали мы всю жизнь в синагогу ходили а они нам только рассказывали про кошерную пищу или как суку строить на сукот но они нам о боге никогда не говорили и о реальности слова божьего и о руаха кодыш это важно для меня поэтому мы фокусируемся на этом этом курсе поэтому мы рассматриваем фокус луки на руах и кодыш почему он верил что это важно подчеркнуть потому что если весь израиль должен спастись то весь израиль должен иметь встречу с руах и кодыш и тогда это будет вхождение в царство божие не знаю или ответил на твой вопрос но мне понравилось рассказывать истории есть еще вопрос он спросил если Моисе был помазан Моисей публик публик он анонтинг нет не думаю что потому он говорит что не думая что в этом была нужда потому что он был тем кто разговаривал с фараоном вместе с Аароном и всем было очевидно через 10 казней что он именно лидер Израиля но Моисей не был царем в тот период и последующее поколение первосвященник больше действовал как царь поэтому первосвященник всегда был помазан и цари были помазаны но пророки иногда были помазаны публично они не всегда были помазаны и если смотрите иудейские писания то некоторые пророки были помазаны некоторые нет поэтому поэтому подчеркивал помазание в отношении царей и священников еще вопросы и снова у меня может быть будет ответ может нет я все равно продолжаю учиться когда мне было 25 у меня был один страх в жизни один страх когда мне было 25 я боялся что я умру прежде чем я научусь всему чему я хотел но теперь я сдался потому что понимаю что я умру все равно раньше чем я все узнаю Виталик я вообще не понял вопрос вся церковь вознесется когда евреи останутся это вообще где-то в библии написано что евреи останутся а церковь вознесется сами себе вся церковь вознесется там же вообще непонятно когда there there is eschatological question about Revelation book because he has a question about when the church is going to be taken from the earth and so when it is going to be taken because he thinks that it's going to be before raptured before the great tribulation so the Jewish people will remain and they will preach to other nations that this is is this system of theology that was invented about 200 years ago this is a system of theology which was invented about 200 years ago she was invented by a man by the name of John Nelson Darby Ее придумал Джон Нельсон Дарби. Он был священник ирландский. И он пропагандировал такое видение, что Библию нужно толковать как семь периодов. И, согласно его теологии, Бог общался с людьми в рамках семи периодов времени. И каждый период заканчивался как бы неудачей, что заставляло Бога вмешиваться и начинать новый период истории. Это была идея, которая отличалась от всех предыдущих христианских идей. И я не согласен с этим диспенциализмом или вот с этой теорией временных отрезков. Но кое-что, то, что он сделал, было очень важным. Когда он читал Писание, он увидел, что Бог дал обещания Израиля, которые еще должны исполниться. Израиль действительно сыграет роль во всемирной евангелизации. Израиль должен был быть восстановлен как народ, пережить искупление и исполнить свою судьбу. Но в его понимании это произойдет в далеком-далеком будущем. Потому что он сказал, что теперь наступил церковный век. Потому что в то время почти вся церковь заявляла, что Израиль отвержен, и теперь церковь заменила его. И это до сих пор является основным взглядом церкви в наше время. Но он как бы не поддерживал эту идею. Но он сказал просто, его идея была такая, что когда Иешуа был распят, наступил новый период просто. Еврейский период был окончен, и наступил век церкви. Но еще не исполненные пророчества остались. Поэтому он сказал так, сначала будет восхищение церкви, а потом будет 7 лет великой скорби, а в конце 7 лет скорби придет Иешуа и воссядет на трон на Сионе. И все обещания, данные Израилю, исполнятся, когда Иешуа воссядет на троне. Но проблема этой теории в том, вообще в этой теологии много проблем. Хотя она и является такой евангелийской, потому что среди евангельских церквей весьма распространена, особенно на Западе. Но проблема ее в том, что она полностью отделяет Израиль от язычников, уверовавших в Иешуа. Она говорит о том, что как бы церковь вознесется, а евреи каким-то образом придут к вере без христиан. И получается, спасение вообще не будет зависеть от христиан, которые будут свидетельствовать евреям. А Римлянам 11 говорит обратное, что наоборот, мы должны побудить евреев к покаянию и к духовной ревности. И когда это придет в полноту, весь Израиль спасется. И это заставило вот сторонников той теории, которые ожидают быть восхищенными скоро, и которые верят, что будет 7 лет скорби, а только потом Израиль придет к вере, заставило думать так, что так зачем вообще сейчас евреям проповедовать? Это еще не время им проповедовать. Они спасутся попозже, в каком-то далеком будущем. А теперь сконцентрируемся пока на нееврейских народах. В чем проблема с этой теорией? Это отвергает как бы цель, которая написана в Евангелии, что оно, во-первых, иудеям, а потом остальным. И это как бы отменяет вот это местописание, что всякий, призывающий ими, Господь не спасется. Что сегодня день благоприятный, день спасения. Бог не издал указ, что все евреи должны идти в ад. Я сейчас евреев спасать не буду. Я подожду потом, когда... Но в сердце Божьем, чтобы все спаслись. Каждый человек. Почему? Почему Бог хочет, чтобы каждый спасся? Потому что у каждого человека есть что-то особенное и уникальное, чтобы воздавать славу Богу. Бог хочет, чтобы каждый поклонялся Ему в Духе и Истине. И каждый язычник. И каждый еврей. Бог хочет, чтобы они любили Его и поклонялись Ему. Мы говорим об эсхатологии или доктрине о последних днях. И я бы хотел, чтобы Библия была более конкретной в этом отношении, чем она есть. Но Библия говорит нам что-то, что очень важно нам знать. И когда Бог не хочет, чтобы мы слишком много... Когда Бог не хочет давать нам много информации, или чтобы мы много знали, Он и не говорит много. И поэтому нам нужно делать акцент там, где Библия делает акцент. И не так акцентировать внимание там, где Библия не акцентирует на это внимание много. И таким образом мы избежим неправильной теологии, избежим ереси и будем в балансе. Откуда еретические движения появляются? Когда они находят что-то малое в Библии, и они раздувают из этого что-то большое, и они теряют правильное направление. и они теряются в своих идеях. Или когда есть мощное, сильное библейское учение, они явные, четкие. И религиозные люди говорят, нам не нужно об этом переживать. нам надо переживать о другом. Поэтому мы должны быть сильны там, где Библия сильна. А там, где Библия конкретно не говорит нам определенных вещей, мы должны быть толерантными. Я не думаю, что следующая идея, она приемлема для всех. Расскажи историю. Мы с семьей переехали в Израиль в 89-м году. Я хотел 26 лет уже переехать в Израиль. Но Бог нам никогда не открывал дверь, чтобы мы туда поехали. И мы жили в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Филадельфии. Но в итоге Бог открыл для нас дверь, и чтобы мы в 89-м поехали в Израиль. А, и в то же самое время упал железный занавес. И в то же самое время все русскоговорящие евреи хлынули в Израиль. Сотни тысяч в год. И я думал, что же мы будем делать с этими людьми, которые приезжают, как им доносить Евангелие. И я могу рассказать очень много счастливых историй по этому поводу. Но я расскажу немного другую историю. Мы открыли Библейский колледж в Израиле. В 90-м году это Израильский Библейский колледж. Сейчас он находится в Натании, в Израиле. И на прошлой неделе я как раз там был. У них прекрасное здание, бакалаврская программа, две магистрские, полностью аккредитованный колледж. Но в 90-м году у нас ничего не было. И штаб-квартира была в Иерусалиме. В Тель-Авиве был кэмпус для ивритоговорящих людей. Но мы не забыли, конечно, и русских в Хайфе. Я сказал, что у нас будут классы колледжа и в Хайфе тоже. Кто знает Михаила Цина? И, в общем-то, мы привели его к Господу. Мы его привели к Господу. Две недели назад мы вместе ужинали, мой дорогой друг. И Михаил был моим переводчиком, он только пришел к вере. И вот в Хайфе мы проводили класс. И я учил курс Тора Моисея и Мессия. И я учу с самого начала бытия о творении. И мы проходим 7 дней творения. Я сказал, что это один из способов, как мы можем рассматривать эти стихи. Есть также вот такое толкование вот здесь. А вот еще третий подход, к которому рассматривают эти места ученые. И я предложил студентам где-то 8 разных идей о 7 днях творения. А потом мы пошли дальше. И все поднимали руки. И они спрашивали, да какой же подход правильный? Я сказал, ну, я думаю, что может быть пятый. Но может и седьмой. Я точно не могу сказать. Только Бог знает. Они спросили, так ты что, не знаешь, какой правильный? Я сказал, нет, честно говоря, не знаю, какой правильный. И тогда весь класс спросил, так что ты нам преподаешь этот курс? Если ты сам не знаешь, что ты учишь, то да. Некоторые люди нуждаются в том, чтобы у них все было четко. У них должен быть ответ на каждую деталь. Это греческий образ мышления. Это не еврейское мышление. Греческий разум еще с древних времен это логическое мышление. Все должно быть конкретно. Все должно быть понятно. Греческий язык это просто мечта юриста. Это либо черное, либо белое. Это вверху или внизу. Это либо правое, либо левое. Одно или другое. Просто нужно выбрать. Но так еврейский разум не думает. Еврейский разум это библейский разум. И каждая картина, она таким широкими мазками сделана. И можно, например, посмотреть на человека и сказать, это хороший человек, но плохой. Есть хорошее о нем и плохое тоже. Поэтому это хороший и плохой человек. Но греки бы сказали, не, 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 не. Он либо хороший, либо плохой. Какой же он? А евреи спросят, не понимаем, о чем речь. Даже когда речь идет о историях из Библии. Если мы дойдем, мы сегодня поговорим о Иосифе Флавии. Вы знаете, кто это? Да, некоторые из них. Он работал для Романсков, он говорит. Да, он сначала был генералом для израильской армии, для жевейской армии. Он сначала был генералом во время первого великого иудейского восстания, а потом он стал историком при римлянах, скажем так. Но если бы он не стал историком, потому что он писал об иудейской истории, то мы бы ничего не знали о том периоде, потому что он единственный, кто писал истории иудейского народа в то время. Я не знаю, или я могу, конечно, поддержать его патриотизм, но его историю, я, конечно, благодарен за его историю. В греческом мире, в котором частью он был, потому что римляне унаследовали империю Александра, и они имели мышление так же, как и греки. Греки размышляли последовательно, одно за другим, одно за другим. Например, книги по истории. То есть сначала год, потом события, и одно за другим идет. И если это не происходило по-гречески, они думали, что вы это тупые люди только. Что с этими людьми? Так думают люди, как греки. И поэтому, если смотреть на Библию, то там так не написано. Открываешь Еврейскую Библию, и там сказано. Там сказано, книги Самуила, или первые книги царств, потом вторые, потом Паралипоминон. И все там, все подряд. И не обязательно там идет все в хронологическом порядке. Истории могут быть в разных местах, и они непоследовательно идут друг за другом. Потому что иудейскому разуму не нужно, чтобы все было одно за другим. Потому что еврейский разум может принять все. И потому что все является частью большой картины. И Иосиф Флаевей, он был обеспокоен пониманием Писаний, тем, как весь мир понимал еврейские писания. Весь мир считал евреев примитивными. Они не знают, как считать, или не могут лево от право отличить. И поэтому Флаевей решил взять всю еврейскую историю и расположить ее в хронологическом порядке. И поэтому он взял все еврейские истории и расположил их по-гречески. И поэтому у него есть иудейские древности книга. Это история, еврейская история фактически. Почему я вам о Флаеве рассказывал? Я уже не помню. Сейчас, подождите, за логикой последую, попытаюсь найти. А, я вспомнил почему. И не только еврейская Библия использует еврейскую мысль. Новый Завет написан на греческом, потому что это был распространенный язык того времени. Чтобы общаться с людьми из других народов, нужно было использовать греческий язык. Но те, кто писали Новый Завет, они были евреями, они мыслили как евреи. И большинство того, что мы читаем в Новом Завете, это также еврейская мысль. Это истории, которые написаны о евреях для евреев. Евреями, вдохновленными Духом Святым. И вся Библия, не только Тора, но вся Библия, Невиим и Кетувим, но также и Брид Хадаша, Новый Завет, нужно читать еврейскими глазами, еврейским мышлением. И вот что произошло в теологии. Во втором столетии, в третьем и четвертом, к вере пришли очень интеллектуальные люди. Те, кто обучался греческой философии, у них были свои академии, свои учителя, и они мыслили по-гречески. И они смотрели на весь мир греческими глазами. И когда эти мыслители стали лидерами церкви, и теологами, они принесли свои греческие линзы в еврейскую Библию. И на еврейскую Библию они начали налагать греческий взгляд. И как Иосиф, он взял еврейскую историю, еврейскую Библию и переделал ее для греческого мышления, не апостолы, но отцы церкви сделали то же самое с откровением в Писаниях. И они подстроили его под греческое мышление. Вместо того, чтобы принять это так, как приняли бы это евреи, евреям не нужно было иметь ответ точный на все. Это греческая проблема. Это греческая болезнь. И это стало характеристикой большинства христианского мышления. И в их понимании невозможно быть Израилем и церковью одновременно. Должен быть либо Израиль, либо церковь. Не может быть двое в одном. А еврейское мышление говорило, давайте будем все жить дружно. Быть партнерами. И партнерство – это апостольская мысль. Павел говорит об этом. В это верила ранняя церковь. В совместную работу ради Царства Божьего. И не было никакой нужды исключать других. Сотню лет после воскресения Ишуа. Только спустя сто лет люди начали думать о разделении, об отделении церкви от Израиля. И это пришло из-за влияния греческого мышления на еврейскую книгу. Хавсак. Сейчас хочу поговорить о еудаизме второго храма. Когда мы говорим о втором храме, о чем именно идет речь? Мы знаем, что второй храм в частности существовал во время Ишуа. И разрушен был в 70-м году нашей эры. Но храм второй появился во времена Неемия и Зарвавеля. Потому что они были отправлены Киром чтобы отстроить стены города и восстановить храм. Это было действие очень большого смирения. Хотя был действующий храм, только Ирод сделал из храма действительно величественное сооружение, которое существовало еще так же во времена Ишуа. И храмовый период второго храма длился где-то 600 лет. Где-то с 536 года до нашей эры до 70-го года нашей эры. Вот это период второго храма. И руах, он как бы формировал этическую и моральную жизнь в Израиле. было понимание, что человек несовершенен и Израиль еще должен быть как бы изменен. изменение могло произойти, когда Дух Божий или Дух Творения восстановит Израиль и введет в исполнение в полноту Израиль. И люди ожидали обновления посредством Духа Святого обновления Израиля. которое приведет к исполнению ожиданий для Израиля. Вы read Исайя 32 глава с 15 по 18 стих. Исайя 32 глава Излияние Духа Святого произведет суд и справедливость и праведность мир, покой и безопасность и люди будут жить в безопасности. Сорок четвертая глава с 1 по 5 стих. А ныне слушай Яков раб мой Израиль которого я избрал. Так говорит Господь создавший Тебя и образовавший Тебя помогающий Тебе от тробы ибо я и залью воды на жаждущее и потоки на иссохшее и залью дух мой на племя Твое и благословение мое на потомков Твоих и будут расти между травой как ивы при потоках вод. Один скажет Я Господень другой назовется именем Иакова а иной напишет рукой своей Я Господень и прозовется именем Израиля. И Бог и зальет Свой дух на семья Израиля. Его благословение будет на потомках Израиля. И они будут помечены как Божьи духовные люди. И во всей 37 главе пророка Иезекииля книги Мы снова видим взаимодействие между Руах и народом Израиля. С 1 по 14 стих 37 глава Была на мне рука Господа и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля и оно было полно костей и обвел меня кругом около них и вот весьма много их на поверхности поля и вот они весьма сухие и сказал мне сын человеческий а живут ли кости сии я сказал господи боже ты знаешь это и сказал мне из реки пророчество на кости сии скажи им кости сухие слушайте слово господне так говорит господь бог костям сим вот я введу дух вас и оживете обложу вас жилами и выращу на вас плоти покрою вас кожей веду в вас дух и оживете и узнаете что я господь я изрек пророчество как повелено было мне когда я пророчествовал произошел шум и вот движение и стали сближаться кости кость с костью своей и видел я и вот жилы были на них и плоть выросла и кожа покрыла их сверху а духа не было в них когда сказал он изреки пророчества духу изреки пророчества сын человеческий и скажи духу так говорит господь бог от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых и они оживут и я изрек пророчество как он повелел мне и вошел в них дух и они жили и стали на ноги свои весьма весьма великое полчища и сказал мне сын человеческий кости и весь дом израиля вот они говорят и сохли кости наши и погибла надежда наша мы оторваны от корня поэтому изреки пророчества и скажи им так говорит господь бог вот я открою гробы ваши и выведу вас народ мой из гробов ваших и веду вас землю израилеву и узнайте что я господь когда открою гробы ваши и выведу вас народ мой из гробов ваших и вложу в вас дух «Дух Мой оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнайте, что я Господь сказал, и это сделал, — говорит Господь». Израиль возвращается к жизни благодаря вдохновению Духа Руха Кодыша. Руха Кодыш — это источник жизни Израиля. И это излияние Духа Божьего на Израиль, как мы видим в Захарии 10-12. Оно оснащает народ Израиля быть народом, который свидетельствует. Потому что Дух Божий изливается на Израиль, поэтому Израиль провозглашает. Он дает свидетельства. Пророчествует народам. Так произойдет, когда он исполнен Божьим Духом. Они будут проповедниками Божьими. И в Иоиля 3-й главе мы видим. Мы уже читали 2-ю главу с 28-29 стих. «И залью от Духа Моего на всякую плоть». Но эти стихи, за ними следует первые несколько стихов в 3-й главе. И где четко написано, что когда Дух Божий сойдет на этот народ, произойдет социальное обновление также. Это не только вопрос примирения с Богом. Но те, кто будут ходить в послушании перед Богом, они также будут иметь примирение друг с другом. Это объединяющая сила Духа Божьего. Он возьмет тех людей, которые не могли иметь взаимоотношения между собой, и соединит их друг с другом. Израиль пройдет через восстановление, через обретение новых взаимоотношений, и это произойдет по модели той, которую предложит им Святой Израиль. Если добавить стихи из 36-й главы пророка Иезекииля к тем, которые мы прочитали уже в 37-й главе, то мы увидим, что надежда Израиля на восстановление прийти может только с действием Духа Святого. И давайте соединим эти концепции вместе. Восстановление Израиля Руаха Кодеш Восстановление Израиля Руаха Кодеш Восстановление Израиля Руаха Кодеш This is the word of the Lord to Zerubbabel. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Ezekiel? No, Zechariah. You said... Did I say? Yeah. Oh, I'm sorry. Zechariah 4.6. This is the word of the Lord to Zerubbabel saying, Not by might, nor by power, but by my spirit. Now, Isaiah offers word on the remnant, the survivors of Israel, which is immediately followed by reference to the ruach anointed Messiah. И после этого идет упоминание о помазанном руахом Мессии. So we see at the end of Isaiah chapter 10, he's talking about the surviving remnant of Israel. And then at the beginning of chapter 11 of Isaiah, he launches into the one who stems from Jesse. Rечь идет об отрасли от корня Иисеева. The branch who bears fruit. The spirit of the Lord will rest upon him. Spirit of wisdom and understanding. Counsel and strength. Knowledge and the fear of the Lord. And so... The restoration of Israel is depicted by an outpouring of the ruach upon Israel. Восстановление Израиля изображено именно через излияние Духа Святого. When Isaiah is forward-looking and he envisions the day when Israel comes to restoration, Исаия смотрит вперед и видит восстановление грядущего Израиля. He clearly assigns this to the coming of the Mashiach and the outpouring of the ruach. The kingdom of God will become a reality on the earth. When the Mashiach comes which is accompanied by the outpouring of the ruach HaKodesh. And this is announced, of course, by the Spirit of God's very presence. When suddenly the Spirit of God comes and there's no doubt about it. I mean, the God that moved upon the face of the deep is here. The God who spoke to Moses on Sinai is here. The promises to be fulfilled in the coming of the ruach have now come to pass. There won't be any doubt about it. if you witnessed it, you'll know it. If you witnessed it, you'll know it. And so, we see from Isaiah chapter 42 and 61 that when the Mashiach comes, he brings justice and mercy and the knowledge of God to Israel. He's all about bringing justice and bringing mercy and knowledge to Israel. and we could look at the same passages as we've seen before. We will not reread them. But it's not just the Mashiach, but it is also other leaders in the Mashiach's community of Israel who are filled with the Spirit and are able to be used of God. Just like the judges. So the Spirit of the Lord came upon Gideon. Now the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Потом на других судей. Then the Spirit of the Lord will come upon you mightily. И также... I forgot the name in Russian. You mean the other judges, yeah? Well, I didn't give a name for this one. This isn't 1 Samuel 10. Then the Spirit of the Lord will come upon you mightily. And you shall prophesy and be changed into another world. Now we also see, I won't take time to talk long, but the Ruach Elohim also brings a form of judgment. There is a purifying fire that comes with Him. And what did John the Baptist say? Yes? He will... Baptize you. Baptize you how? He will baptize you. He will baptize you. He will baptize you. What I've discovered about the Ruach HaKodesh is He doesn't allow us to have any chaff in our lives. Chaff, any... anything displeasing to God. He deals with it. Any word that we've spoken, any evil thought that we've had, всякую неправильную мысль, которую мы имеем, всякое недостойное действие, всякий раз, когда мы приходим на молитву, мы не можем ничего делать, пока не покаемся. И Дух Божий указывает нам на эти вещи и говорит, что мы должны оставить это, покаяться и не совершать так больше. И когда Дух Божий приходит, Он очищает. Он меняет. Преображает. Теперь поговорим о том, как Дух Святой понимали в Межзаветний период. Не знаю, как это по-русски. Потому что я ничего по-русски не знаю. Except пилонки. What? Пилонки. А! Это все, что я знаю, пеленки. Откуда я знаю слово пеленки? The reason I know the word pilonky is because in 1990, I guess it was, or the beginning of 1991, I forget exactly. Это где-то в 90-м или 91-м году в начале. But I came on a ship with my son and a group of Christians Я был на корабле с моим сыном и группой христиан из Хайфы. И мы плыли на корабле прямо из Хайфы в Одессу. И корабль пришел в порт. И мы взяли на корабль где-то 400-500 евреев. И, конечно, мы их взяли обратно в Хайфу. И мы должны были помогать людям на корабле. И также помогать тем, у кого были маленькие дети. И спрашивали, или они нуждаются в пеленках. Вот откуда я знаю слово пеленки. Вот что я помню. But, anyway, what I want to do now, let's see, what is our time like? Could we have about, what, 25 minutes? About 25 minutes or so. Okay. Let's look at the intertestamental period now. How is the Ruach depicted in the intertestamental period? Поговорим о том, как Дух Божий действует в межзаветный период. The Spirit of God is depicted as one who has the capacity to act. Дух Божий показан как тот, кто имеет возможность действовать. Now, there's a series of verbs there on your sheet which you've translated. Why don't you just go down and read these verbs. These are all verbs that we, you have the biblical references there that characterize what the Spirit of God is able to do. And what these on the 5-day странице have been provided by the series of verbs that are usually present to the Spirit of God. He brings свидетельство, носит, изгоняет, отходит, сходит, действует, в ком-то, берется от кого-то, входит, находится, поднимает, влагается, уносит, говорит, ставит, снова говорит, объемлет, дает, наполняет, почивает, ведет, поднимается изнутри, восхищает, спускается. Now, this is, these are the kinds of actions that the Spirit of God is able to take according to the translators of the Septuagint. Now, what is the Septuagint? Somebody want to tell us? The translation of the Septuagint? The translation of the Hebrew Bible into Greek? Yeah, of the Septuagint? About 200 years before Yeshua, in Alexandria. And so, they were willing to use these 70 translators, were ready to assign these kinds of verbal understandings to the work of the Ruh HaKodesh. And some times in Jewish literature of the era, they were so convinced of the activity of the Spirit of God, they were настолько убеждены in действий Духа Божьего. They actually inserted the word Ruach Elohim in passages where it did not exist. They even included the word Ruach Elohim there, where these even didn't exist. And their minds were so perfectly clear that this was the activity of the Ruach Elohim that they just wrote the words in. And these people настолько явно понимали, что это действие Ruach Elohim, что они просто писали вот это словосочетание. Например, в Числах и в Захарии как раз есть вот эти включения. Иудаизм Диаспоры, который находился в России и в других странах, они понимали, что Ruach Elohim was the source of prophetic inspiration. He was a spirit of understanding. He stirred up the prophets. Он возбуждал пророков говорить. And we also know that the Spirit of God was considered the source of miraculous power. Now, I want you to remember all these things. I hope you're memorizing everything I'm saying here. I hope you're not just going to sleep. You know, I wonder how many times people sit and listen to the preacher preach. each. And they're thinking about the soccer game, you know, football. Or thinking about boy, boy, am I hungry, I wish I was eating. I look at you and I don't know what you're thinking. and I don't know what you're thinking. everyone thinks. Okay. Он как раз про лица говорит, а не про голос. Заставляет быть голодными, мой голос. Вернемся к Иосифу Флавию. Это наш друг? Да или нет? Да или нет? Политически он не был нашим другом. Исторически он был нашим другом. И скажите, вот Дух Святой по-гречески это пневма. Повторите. Пневма. Это значит руах на иврите. И пневма на эллинском или на греческом. Так вот, Иосиф Флавий добавляет слово пневма или руах в библейский текст четыре раза. Там, где этого нет ни в септуагинде, ни в иудейском тексте. Он также пропускает иногда слово руах заменяя это слово другим словом, считая, что оно более ясно объясняет. И, например, в отношении Самсона, он вместо того, чтобы оставить, что Дух Божий сошел на него и начал действовать в нем, он поменял это слово. И написал, что очевидно, что он был пророком. В мудрости Соломона. Когда мы говорим о мудрости Соломона, о чем речь? Когда мы говорим о мудрости Соломона, о чем речь? Это песни песней? Нет, песни песней — это библейские книги. Это поэтическая литература. Но мудрость Соломона это не притчи. Это книга, написанная в межзаветний период. Это часть апокрифов. Это не вдохновенная Богом книга. Это просто литература иудейская того времени. И она не включена в иудейскую Библию. А в католическую включена. Но нет и в протестантской Библии. И я не знаю о русском Библии. Нет. Нет. И в мудрости Соломона, которая не включена в Библии, Он говорит, что Дух Божий является источником физической жизни. Он говорит, что Бессмертный Божий Дух в каждом. И значит, Бессмертный Дух во всем. Это как пантеизм. Но это не библейское понимание. И дальше он говорит о том, что мудрость сопряжена с Руах Элухим. Это дыхание Божьей силы. И Фило. Что такое Фило? Лав. Лав. Я про личность. Это был лидер иудейской общины в Александрии. Он был великим философом. Он был философом. И он хотел продемонстрировать языческому, греческому миру, что нужно почитать еврейскую религию Тору. И как он это сделал? Он сказал, что и Тора, и греческая философия вдохновлены одним Богом. И он сказал, что тот же самый Бог общался и с евреями через Тору, и с греками через философию. И он хотел соединить истинный Тору и греческую философию. Но я вам скажу, что он не единственный, кто это делал. Было много философов, которые пытались это сделать. Но кажется, что он был первым. И он говорил, что пневма или руах в человеке это рациональный аспект души. И что Божий Дух или пневма был вложен в каждого человека во время творения. И согласно его словам, пневма или руах делает разум рациональным. И дает возможность людям познать Бога. Он говорил, что важно принять дар руах чтобы знать волю Божию и чтобы обрести бессмертие. А также, что руах был источником пророческого вдохновения. Также хочу обратиться к палестинской литературе того времени. Мы не говорим об арабах, когда я говорю о палестинской литературе. Палестина – это было римское название, которым стали называть Израиль. Почему назвали Палестина? Первая причина была в том, чтобы как бы отделить евреев от их земли. И также они хотели оскорбить евреев тем, что назвали землей Палестиной или, то есть, в честь филистимлян, злейших врагов Израиля. И поэтому земля Израиля стала Палестиной. Но в межзаветный период видно, что религиозные евреи поняли что помазанные пророки или характеристика библейских пророков вдохновлено Духом Святым она как бы превознеслась. Она как бы превознеслась. То есть, ушла, вознеслась. Помазание ушло. И не вернется в Израиль. Помазание Духа Святого просто вознеслось. Нет больше пророков, нет больше... Тех, кто может сказать пророческое слово уже сотни лет. Прошло сотни лет, когда последнее пророчество изрекал Малахия. И нет больше слова с небес. Бог больше не говорит. Он больше не двигается Своим Духом. Дух Божий больше не исходит на людей, чтобы они говорили, так говорит Господь. И больше не будет посещения Руах Алухима вновь. Он ушел. Бог в изгнании. Он не вернется до последнего времени. Только в последнее время Он вернется. В последние дни. И эта тема, она продолжается в палестинской межзаветной литературе. Даже Иосиф Лави верил в прекращение пророческого вдохновения. Не было больше преемственности пророков. Не было больше слова от Бога веками. Поэтому и религиозные лидеры сказали, мы сами должны что-то делать. И по их мнению, Дух Божий это и была человеческая мудрость. И были отношения между мудростью и заветом Израиля. Есть книга, которая называется «Псевдофило». Которая говорит об эстетических пророчествах. Которая говорит об освобождении Израиля из рабства через объятых Духом Святым лидеров. И Израиль должен был все равно, как они видели, обрести вот это вот действие Божьего Духа. Через помазанного Духом лидера. И это приведет к большей верности Израиля Богу. Идея также заключалась в том, что Дух Божий был источником Божьего откровения. И Дух Божий помазывал Мессию, который был Божественной Личностью. И есть что-то, что не знают ни в христианском, ни в еврейском мире. И те из вас, кто являются молодыми учеными, и мне кажется, что с моей стороны это касается почти каждого из вас. Были проведены новые еврейские исследования. Я имею в виду, что евреи, рабби, евреи, учеными, которые признают, что в межзаветный период бытовало сильное еврейское понимание, что тот, кто придет как Сын Человеческий, будет Судьей всего человечества, и что этот Сын Человеческий, он будет сверхъестественной Личностью. То есть, он будет Божественной Личностью. Для нас странно это звучит. Потому что мы знаем, что 2000 лет назад еврейское общество отвергало эту идею. Что Бог пришел как человек. Что Божество обрело плоть. и начал проповедовать по всей земле. Но не только об этом, об этом учат не только иудейские писания. Но это в это верили евреи в межзаветный период. И после уже Иешуа начались проблемы между Церковью и Израилем. И поэтому в еврейском мире было принято как бы мудрое решение отвергнуть эту идею. и вести себя так, как будто бы это никогда не должно больше случиться. Но современные ученые еврейские, они приходят к выводу, что таково было понимание межзаветного периода. И это может для вас стать интересной идеей и мыслью для того, чтобы заняться и исследовать ее. Итак, Мессия — это сверхъестественная личность. Но также пневма или Дух Святой связана с воскресением мертвых. Тридцать седьмая глава в Езекииле. Что Бог вдохнет своего Духа в израильтян, и они придут к жизни. Нам еще предстоит поговорить об общине в Кумране. И посмотреть на их понимание. So, I just want to... What are you thinking now? What are you thinking now? Are you thinking about football? Are you thinking about dinner? Or are you just thinking about going to sleep? No, no, you're okay. All right. I know it's a long evening. All right. But if we were going to look at the Qumran community, they believed that there were two spirits. Evil spirit and a good spirit. And that the spirit of God was going to introduce a new covenant to Israel. And that he would bring life to Israel. And that he was the sustaining power of Israel's existence. And they believed that the anointed one would bring redemption to Israel. And that they believed that the anointed one will bring the salvation to Israel. All right. We'll stop at this point. I just want to... We're going to... We're going to... We're going to... We're going to... Within a short time tomorrow night we'll actually get into the book of Luke and Acts and these kinds of things. But I wanted to... Yes. But I wanted to lay this foundation. But I wanted to lay this foundation. Because, I mean, typically, you're not... I mean, people who read the Gospels of the book of Acts don't have this kind of perspective going into their reading of Luke and Acts. And so there's just an awful lot of things they completely miss. And so, I'm sorry if it seemed a little bit long and a little bit tedious. But both what we did last night and what we've done tonight is very important for your understanding of Luke and Acts. So, let me field a question or two just before we let go. I can answer one or two questions before we leave now, if there are any questions. For the Palestinian literature, what is it? He asks about the Palestinian literature. What is it? Because Qumran is at the same place, actually, or not. Yeah, yeah. The Qumran was one community. Qumran, it's, yeah, it's one of the people that were in Palestine. The, 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 the Essene community lived at the Qumran, which is alongside the Dead Sea. The, 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 the Essene community lived at the Qumran, which is alongside the Dead Sea. But we know there were about four thousand of them in the first century. And their objective, of course, was to live pious lives and survive the great judgment that was going to fall upon the attack. They had a very limited amount of literature that they produced themselves. But they did preserve a lot of scripture because they made copies of biblical texts and kept them there. And these have come down to us now as the Dead Sea scrolls. When we talk about palestinian literature generally, we're talking about the writings of the Apocrypha, we're talking about the Apocrypha, the kinds of Jewish mystical writings, the Jewish historical writings, all kinds of eschatological schemes that they were producing, that, 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 that survived, that came down to us, that were outside the Bible. He asked if he can find that to read himself. Find what? If there is an opportunity to read that literature. Oh, sure. Just read what's called the Apocrypha. Да, почитайте Apocrypha. I'm sure you can go to a bookstore and you can get a copy of the Apocrypha or go to the university library. It's not difficult. Во многих библиотеках почитать Apocrypha, они все равно не библейские. In fact, if you look into a Roman Catholic Bible, you'll find much of this. Даже в Римской, католической Библии, дайте договорить, слушайте. В Римской, католической Библии можете почитать Apocrypha.